друзья приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами поговорим о том почему фиалка детка фиалки или стартер может остановиться в росте и не хочет дальше расти дорастает она до определенного роста и очень медленно дальше растет вроде бы вы за ней ухаживаете удобряете ее она сидит на одном месте и не двигается с места значит случается так что после отсадки деток от листа некоторые сразу трогаются в рост а некоторые остаются в замерзшем виде и не развиваются но первая основная проблема это условия в которых они растут это температура это освещение неправильный полив пересушка или наоборот залив вот основные факторы из-за которых фиалочка может сидеть на одном месте и вот самый первый способ простимулировать пробудить фиалку к росту это пересадить ее вот у меня две детки фиалок одного и того же сорта отсаженные от одного и того же материнского листа в одно и то же время значит я их отсадила и они у меня долго сидели на одном месте были вот таких вот они размеров очень долго они сидели и я решила одну из деток еще раз повторно пересадить и вот эту детку я пересадила еще раз и вот она заметно тронулась в рост она заметно подросла и сейчас это уже практически стартер прошло где-то чуть больше двух недель где-то около трех недель и вот она уже заметно увеличилась в росте вот эта детка как сидела на одном месте так и сидит подросла она совсем чуть-чуть я ее специально тоже не пересаживала хотела вам показать результат что иногда пересадка повторная то есть пересадили вот деток они сидят на одном месте вы можете еще раз их пересадить второй раз и они могут заметно тронуться в рост то есть это своего рода такая хорошая стимуляция чтобы пробудить фиалочку и она начала расти вот поэтому вот эту детку я тоже еще раз пересажу надеюсь что она тронется в рост значит также фиалочка может остановиться в росте если слишком большой горшок вы взяли для маленькой детки детку надо пересаживать из стаканчика в горшок только после того как весь объем стаканчика будет освоен корнями сначала из стаканчика вы пересаживаете в шестерку семерку а затем если хотите можете пересадить в восьмерку девятку но не больше иначе в большом горшке фиалка будет медленно развиваться сначала будет отращивать корни а затем уже надземную часть листву пасынки и только потом она будет цвести то есть большой горшок для фиалочки он не подойдет чем меньше горшок тем фиалочка быстрее развивается также смотрите бывает так что лист фиалки очень долго не дает деток вот вы его посадили на укоренение и он очень долго сидит и вот один из способов можно провести стрессотерапию то есть обрезать или отломить верхушку листа вот этот лист у меня тоже очень долго сидел на одном месте не хотел давать деток я просто отломила у него фрагментик листа сверху и он сразу практически начал давать деток детки сразу начали проклевываться то есть это тоже отличный способ если лист фиалки у вас долго сидит на одном месте и не дает потомство также если вы только купили фиалочку и она остановилась в росте это может быть из-за смены условий содержания процесс адаптации может быть длительным пока фиалочка не адаптируется к вашим комнатным условиям особенно вот в условиях прохладного подоконника и короткого светового дня следующая причина это наличие вредителей если фиалочка чем-то болеет если у нее из вредителя то она конечно же становится в росте она будет плохо выглядеть такая фиалочка и такую фиалку нужно внимательно осмотреть осмотреть корневую систему листву на наличие вредителей и принять необходимые меры по обработке такой фиалочки и и тогда она обязательно у вас тронется в рост и зацветет и вообще надо взять за правило если особенно вы постоянно пополняете свою коллекцию то вновь прибывшим растениям или сразу их обрабатывайте или на время ставьте отдельно от своей коллекции чтобы не заразить остальные фиалочки значит еще один момент сразу когда вот пересаживаешь деток они испытывают шок пересадки только потом могут начать расти так как азот в торфяных таблетках в торфе он легко доступен и фиалочка конечно же трогается в рост и через где-то месяца полтора она может опять остановиться в росте рост замедляется так как в субстрате заканчиваются запасы азота питательных веществ но можно решить эту проблему удобрением содержанием азота и поменьше фосфора и калия также при более высокой влажности фиалки растут и развиваются быстрее и охотнее при очень низкой влажности они формируются такими сухими вот то есть рост и развитие у таких фиалочек он происходит медленнее на этом друзья буду заканчивать это видео оставляйте свои комментарии всем хорошего настроения и до новых видео и Продолжение следует...